МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого караганинского новости. В студии Яна Ильшалкарбек. Здравствуйте. В этом году в Караганинском районе построят новую врачебную амбулаторию и отремонтируют около 100 километров автодорог. Глава региона Ирлан Кошанов совершил рабочую поездку в этот регион. Очередное ДТП со смертельным исходом на трассе Караганда-Тимиртау под колеса Камаза угодила 8-летняя девочка. Отмеченные лучшие работники в сфере культуры и искусства Аким Караганды Нурланов-Бакиров вручил специальные премии. В этом году в Каркаралинском районе построят новую врачебную амбулаторию и отремонтируют около 100 километров автодорог. Глава региона Ирлан Кошанов совершил рабочую поездку в этот регион. Автомобильные дороги – одна из главных проблем Каркаралинского района. Участок Караганда-Ягус-Бугас с момента строительства не ремонтировался ни разу. В этом году трассу приведут в порядок. Из районного бюджета выделено более 230 миллионов тенге. Рядом с нашим аулом расположен рудник Алайгар. Через наше село едут потоки большегрузных машин. И, конечно, дорога и мост пришли в негодность. У нас проживают немало жителей. Проблема дорог очень острая. Я уже беседовал с руководителем этого предприятия. 46 километров дороги он обещал отремонтировать. И для них хорошо, и для народа будет польза. Обновления ожидаются и в сфере здравоохранения. В поселке Карагайлы построят сельскую врачебную амбулаторию, которая сможет принимать 25 человек за смену. Кроме того, в поселках Татимбет, Тумар и Егин-де-Булак появится новый санитарный транспорт. На это выделено около 15 миллионов тенге. Сфера здравоохранения в районе динамично развивается. Средняя длительность жизни составляет 71 год. Если в прошлом году сельские врачебные амбулатории открывались в трех населенных пунктах, то в этом году начнется строительство еще одной. За последние годы в районе отмечается снижение заболеваемости туберкулезом. В местной врачебной амбулатории обслуживается порядка 2100 жителей. Сегодня учреждение обеспечено всем необходимым оборудованием. В молодежном ресурсном центре ремонтные работы производились пять лет назад. Сегодня здесь обучаются около 650 каркаролинцев. Работают 23 кружка. Среди них такие, как юные натуралисты, робототехники, дизайнеры. В развитие региона вносят вклад и местные предприниматели. Руководитель крестьянского хозяйства Айса построил овощную теплицу и откормочную площадку. Еще один каркаролинский бизнесмен планирует начать строительство арендного жилья. Вскоре в Каркаролинске появится новый 28-квартирный дом. Кроме того, по инициативе предпринимателей будет построена новая мечеть. В своей статье Ельбасы очень хорошо останавливаются на том, что необходимо быть патриотами своей страны и делать все для ее развития. Хочу вас поблагодарить, что трепетно относитесь к своей родине, работайте во благо всего народа. В целом за четыре месяца общая экономика района составила почти 9,5 миллиардов тенге. В завершении рабочей поездки глава области поручил увеличить количество социально значимых объектов и взять под особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. На трассе Караганды-Тимиртау водитель Камаза сбил насмерть 8-летнюю девочку. Трагедия произошла на 15-м магистрали. По данным полиции, девочка переезжала дорогу на велосипеде в неположенном месте. Жертвой очередного ДТП в Караганде стала 8-летняя девочка. Она погибла под колесами грузовой машины, когда пересекала дорогу на велосипеде в неположенном месте. ДТП произошло 18 мая около 19 часов на автодороге 15-я магистраль. 47-летний водитель грузового автомобиля, двигаясь по направлению в Тимиртау, совершил наезд на проезжавшую в неположенном месте на велосипеде 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Караганды-Тимиртау. Заведено уголовное дело по статье 345, части 3 Уголовного кодекса. На сегодняшний день начато досудебное расследование. В честь празднования дня работников культуры 4 года назад в Караганде учреждена премия Акима города. За вклад социально-экономическое развития города, активное участие в общественно-политической жизни шахтерской столицы. В торжественной обстановке работники культуры награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Премии присуждались по 7 номинациям. Четвертый год подряд в Караганде вручается премия Акима города в области культуры. Отбор номинантов осуществлялся путем рассмотрения представленных документов конкурсной комиссии, в состав которой входят представители исполнительных органов и деятели культуры. Глава города Нурлана Убакиров поздравил присутствующих и пожелал гостям творческого успеха. Прежде всего, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. Миссия культуры и искусства высока и благородна. Формирование мировоззрения человека, самое главное его нравственных принципов. На протяжении всей истории государство культура воспитывала и обогащала, служила источником духовного опыта нации, основой для консолидации многонационального народа. Премии присуждались по семи номинациям. Среди них такие, как «За верность профессии», «Лучший хореограф года», «Лучший библиотекарь» и другие. Марат Бекишев – лауреат премии, вокалист эстрадного жанра. Поет мужчина с юных лет. Считает это своим призванием. На сегодняшний день он написал более 50 композиций про родной город Караганду и Казахстан. Сейчас создал свой детский вокальный инструментальный ансамбль, где занимаются ребятишки от 8 до 14 лет. Спасибо, что мой труд оценили караганинцы. Я горжусь, что я караганинец. Все, что я пишу, все, что я пою, это идет от моей души, от моего сердца. И я хочу, чтобы Караганда процветала, чтобы наши дети тоже занимались творчеством, учились и прославляли наш прекрасный город Караганду. Сеть организации культуры представлена тремя домами культуры, 21 филиалам библиотек, а также действует зоологический парк и стадион «Шахтер», при котором функционируют 39 дворовых подростковых клубов. На торжественном приеме для гостей был приготовлен праздничный концерт, где выступили карагандинские артисты. Закончилась реконструкция схвера на 13-м микрорайоне Майкудука. Там установили новый детский игровой комплекс. Детская площадка была подарена меценатами. На открытие игрового комплекса прибыли руководители Октябрьского района, а также депутаты карагандинского маслехата. На празднике с детьми играли аниматоры, организаторы угощали сладостями. Детский комплекс представлен различными спортивными и игровыми модулями, качелями, горками и лабиринтами. Проект был осуществлен в рамках социальной ответственности бизнеса перед населением. В целом установить подобные игровые комплексы планируется около 10 по городу. Также еще хочется выразить всем-всем-всем нашим жителям и надеемся, что вы все это сохраните. Почему? Потому что такой игровой комплекс по инициативу дал Вадько у нас, Сергей Николаевич, но такой игровой комплекс появится у нас не один. Буквально вчера мы переговорили также с социально ответственными бизнесменами, которые нам дарят точно такой же игровой комплекс на Голубых прудах. В скором времени он появится. На праздник пригласили детей, проживающих в ближайших дворах. Современную площадку детвора тут же принялась испытывать на прочность, а взрослые с улыбками за ними наблюдали. Для гостей подготовили забавные конкурсы с сюрпризами, розыгрыши и, конечно же, подарки. Дарили организаторы билеты на экспо, которые достались ученикам школы номер 54 и гимназии номер 9. Всего вручен 51 билет. Дети – это наше будущее. И это будущее зависит от них прежде всего. И они должны играть в хорошие игрушки, кататься на хороших горках. Эта горка экологически изготовлена из экологически чистых материалов, из пищевого полиэтилена. То есть запаха такого специфического, как от китайских горок, от него нет. И она антиаллергенная. То есть я призываю всех людей, неравнодушных к нашему городу, патриотов нашего города. Много у людей есть возможность поставить, сделать доброе для нашего города. И передать эстафету моим коллегам и бизнесменам, депутатам, чтобы также, кто любит свой город, делали хорошее для того региона, где живут. Игровой комплекс стал украшением не только сквера, но и всего микрорайона. Получился отличный подарок детям. Я учусь в 9-й гимназии, здесь рядом. Мне площадка очень понравилась. Горок много. Я очень благодарна, что сделали такой сквер для детей. Мои внучки, внуки не хотят отсюда уходить. Ай-Алла, Салим, спасибо вам. Было бы такое час. Мы далеко живем отсюда, и прямо это как не хотят уходить. Мне очень понравилась эта горка. Она красива, всех цветов. Там все трамплинки есть, там все дети катаются. Спасибо! Ассель Сазымбаева, Жакслуик Нуртая, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область директор департамента государственных услуг провел прием граждан. В областном фериале партии Нур-Отан Алибек Мукашев выслушал просьбы и чаяния карагандинцев и постарался оказать помощь. Житель Караганды Александр не согласен с решением административного суда. Полицейские составили протокол о том, что он двигался на автомашине с выключенным светом фар. Александр заявляет, что ходовые огни его машины были включены. Описывая судебное заседание, карагандинец сообщил, что судья поверила полицейскому на слово. Александр заявил, что доказательство невиновности в том, что в его автомашине ходовые огни включаются автоматически. Директор департамента государственных услуг Алибек Мукашев посоветовал карагандинцу сделать техническое заключение на автомашину, подать апелляцию, а также найти видео с камер наблюдения. Потому что если там стоят камеры, центры оперативного управления, они зафиксируют. У них, по-моему, до полугода стоят, именно скажешь, такое-то время, на какое-то пересечение, такая-то машина, пусть они вам дадут официальную распечатку. И потом с этим документом подать апелляцию. В этот день за помощью и консультациями карагандинцы обращались с вопросами о врачебных ошибках, а также с просьбой о размещении родственника-инвалида в социальных учреждениях. В рамках нашей компетенции мы примем меры, а если вытекает не в нашу компетенцию, мы поставим на контроль и постараемся решить проблему обратившейся. Но вот этот вопрос по размещению близкого родственника в больницу у нас будет особо на контроле. Сколько этот вопрос нужно решать. Рабочая поездка по Карагандинской области продолжается. Такие же встречи с жителями пройдут и в регионах. Андрей Денулжас, Габбасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Сохранить национальную идентичность и войти в тридцатку развитых стран мира. Это одна из главных задач программы модернизации. Общественный совет МИРАС обсудили статью главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». В Карагандинском областном филиале партии «Нур-Атан» состоялось заседание областного общественного совета МИРАС. За круглым столом члены совета обсудили программную статью главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Президент страны отметил, что наша главная цель – войти в тридцатку самых развитых стран мира. Бигзат Алтынбеков считает, что мы должны быть способны делиться с мировым сообществом не только технологическими достижениями, но и привнести в него весомый культурный пласт. Главная цель сегодняшнего нашего заседания – это обсуждение статьи главы государства. На повестке дня было вынесено два вопроса – о пропаганде и реализации приоритетов программной статьи, о проводимой в области работе по укреплению в обществе казахстанского патриотизма и конституционные изменения. Все эти темы мы обсудили на встрече со всеми членами Совета МИРАС. В одном из пунктов программной статьи главы государства особое внимание уделяется методам воспитания конкурентоспособного молодого поколения. В нашей области 21% населения составляет молодежь, и главной целью является обеспечение работы всей молодежи. Член общественного совета МИРАС Кутыбаев также отметил, что важно воспитывать патриотизм и конкурентоспособность. На сегодняшний день в Карагандинской области около 22% всего населения – это молодежь в возрасте от 21 до 29 лет. И на сегодняшний день нашей главной целью является обеспечение всех работой. По сравнению с прошлым годом, в этом году процент безработицы уменьшился на 5%. Заместитель руководителя управления внутренней политики Гульнар Касимбаева заявила, что главная цель – реализовать положение статьи главы государства. В настоящее время разрабатывается план мероприятий. Одно из них называется Туган-Жер. Статья президента требует выполнения ряда мероприятий. В связи с этим для реализации программы мы выработали план действий. Одно из мероприятий – программы Туган-Жер. Как отметил глава государства, воспитание патриотизма очень важно. И в этом направлении в области уже ведутся работы. Еще одним важным событием для нашего города является празднование 350-летия Казыбек-Би. Герки Булан-Агимбаев озвучил ряд мероприятий, посвященные этой важной дате. В этом году отмечается 350-летие Казыбек-Би. В честь этой важной даты в Карагандинской области запланированы мероприятия на целый год. Это тематические дни в музеях и библиотеках, айтысы, поэтические вечера и разного рода состязания. Подводя итоги совещания, политики и общественные деятели объявили о своей всесторонней поддержке инициативам, опубликованным в статье главы государства. Также участники совета выработали рекомендации и предложения по этому поводу. Столь масштабное спортивное мероприятие в Караганде проводится впервые. Организаторы планируют, что за главные призы придут побороться не сотни, а тысячи горожан. Участники смогут выбрать один из четырех предложенных им маршрутов. Самой длинной дистанцией станет полумарафонская – 21 километр. Ну а детям до 10 лет будет предложена самая короткая дистанция. Участники стартуют ровно в 9 часов утра от Ледового дворца Караганды-Арена по проспекту Республики. Первые 10 финишированных на каждой дистанции получат специальные изготовленные медали, сертификаты и денежные призы. Главный приз – 300 тысяч тенге. Кроме самого марафона будут проходить и другие спортивные состязания, а также конкурсы. Специальная комиссия, которая будет наблюдать за марафоном, учтет все факторы. Например, кто бежит – профессиональный спортсмен или человек, первый раз вышедший на беговую дорожку. Очень надеемся, что никто не останется без внимания. Кроме основных 10 победителей будут награждены марафонцы по другим номинациям, как, например, зрительские симпатии. Спонсор готовят много разных подарков, поэтому ждем всех. В Караганду съехались несколько сотен творческих детей из регионов области. Это победители марафона искусств Аллы Паруса, голоконцерт которого прошел в Академическом театре музыкальной комедии. Мероприятие было организовано среди воспитанников детских домов и детей с ограниченными возможностями из коррекционных школ и интернатов. И вдруг наступит тот момент, когда воспоминания о Родине пронзят щемящей болью сердце. Проза «Родина» в исполнении Нины Вахрушиной никого не оставила равнодушным. К этому выступлению она готовилась целый месяц. Студентка первого курса Политехнического колледжа в творческом марафоне участвует уже второй год и во второй раз выступает на галоконцерте. Отметим, что финалисты масштабного творческого фестиваля отмечаются по результатам отборочных туров. Когда в первый раз я пришла, у меня не было столько волнения, но я переборола свой страх. Я рассказала его. Я очень благодарна тем людям, которые создают этот конкурс. Благодаря им они видят наших талантливых детей в этом городе. Марафон искусств нынешнего года посвящен выставке «Экспо-2017» в Астане. На нем представлены вокальные, инструментальные и хореографические номера. Также на галоконцерте воспитанники детских домов и детей с ограниченными возможностями области продемонстрировали свои таланты в акробатике и театральном искусстве. Каждый из молодых артистов вложил душу в свой номер и старался выполнить его на высокую оценку зрителя. Сила творчества во все времена вдохновляет и объединяет людей, убежден инициатор марафона искусств. Этот марафон очень полезен и дает пространство для творчества детям, чтобы они почувствовали свою значимость в обществе. И мы рады, что дети откликаются и рисуют, танцуют, поют, театр. Столь масштабный фестиваль проходит в нашей области уже в восьмой раз. Алые паруса объединили под свои знамена неравнодушных взрослых, которые внесли посильный вклад в организацию этого праздника, а также творческих детей со всей области. За все это время несколько тысяч детей продемонстрировали свои таланты. Многие выступающие были замечены учебными заведениями и получили поддержку в развитии своего творчества. Все участники гала-концерта были награждены ценными подарками. Айнур Нурмангалиева, Жаслан Махулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. От сердца к сердцу. Так называется благотворительный концерт, который организовал танцевальный коллектив «Алтенбатер». Степ-группа «Алтенбатер» на протяжении 18 лет создает собственный стиль, соединив великолепную пластику классического балета, казахского танца, пылкость испанского фламенко и четкость ирландского степа. Благотворительный концерт танцевальный коллектив организовал впервые. Степ-группа «Алтенбатер» – это первый и единственный в Казахстане коллектив, исполняющий ирландский степ на профессиональном уровне, но при этом создавший собственный неповторимый стиль. Артисты стремятся придать изначально яркому и страстному танцу таинственный восточный колорит, сделав его более эксклюзивным и самобытным. Благотворительный концерт танцевальный коллектив организовал впервые, но на этом останавливаться не собирается, говорит руководитель школы «Алтенбатыр» Александр Данкина. Мы готовы давать благотворительные концерты как можно чаще, привлекать к этому всех окружающих, то есть СМИ, рекламу давать, чтобы об этом знало как можно больше людей. Коллектив образовался в 1999 году в Караганде. За 18 лет своей творческой деятельности группа дала более 40 сольных концертов в городах Казахстана и ближнего зарубежья. Танцоры неоднократно завоевывали гран-при и на престижных международных конкурсах. Такие мероприятия, говорят организаторы, пробуждают людей к доброту и заботу. Все вырученные деньги были переданы нуждающимся детям. В Караганде проходит вторая областная спартакеада среди спортсменов-инвалидов на призы Акима Караганинской области. В программу соревнований включены пять видов спорта – мини-футбол, шашки, тогускумалак, легкая атлетика и настольный теннис. Уникальный танец на инвалидной коляске был исполнен на церемонии торжественного открытия второй областной спартакеады среди спортсменов с ограниченными возможностями. Стоит отметить, что в последние годы паралимпийскому движению в Карагандинском регионе уделяется особое внимание. Желающих заниматься спортом, несмотря ни на что, появляется все больше. Среди них житель города Сатпаев Динмухамед Алиакпаров. Большое спасибо Карагандинской области, нашей стране, что уделяет такое большое внимание спорту для ограниченных людей. Это очень важно для нас, потому что любая поддержка для нас очень важна, потому что мы как-то должны адаптироваться, жить, любить жизнь, любить спорт, быть счастливым, можно сказать. Спортсмены соревнуются в пяти видах спорта. Это мини-футбол, шашки, тогускумалак, настольный теннис и легкая атлетика. Руководитель школы по инвалидному спорту уверяет, как бы тепло не относились они к своим подопечным, судейство будет строгим по всем правилам. Мы не будем допускать никаких поблажек делать, потому что это не просто люди с ограниченными возможностями, и они об этом знают. Они в первую очередь спортсмены. Мы относимся к ним как к спортсменам. Данные соревнования являются отборочными. Победители примут участие в республиканской спартакиаде, которая пройдет в сентябре в Атерау. Соревнования проходят три дня, итоги подведут 20 мая. Тогда же и будут награждены победители. Всего в спартакиаде принимает участие 17 команд из всех городов и районов Карагандинской области. Это около 200 участников. Стоит также отметить, что первая областная спартакиада среди спортсменов-инвалидов прошла летом 2014 года. Тогда в общекомандном зачете Пальму первенства взяла команда Караганды. На втором месте паралимпийские спортсмены из Тимиртау. И замыкала тройку лидеров команда Жасказгана. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем хотели рассказать наши корреспонденты. Если у вас есть интересные новости, звоните на номер 420649. Аман Сау Болгуздар. Аман Сау Болгуздар.